Всем привет! С вами Евгений Беценко, руководитель зуботехнической лаборатории AmalCatComLab. В этом видео я покажу вам два алгоритма заведения заказ-нарядов. Первый вариант на зубах, второй вариант на имплантах. Заводим нового пациента. Указываем обычные наши данные о пациенте. И при заведении работы на зубах указываем любой один зуб в формате коронка. На той челюсти, на которой мы будем делать препарирование. И нажимаем ОК. Этого достаточно для программы, чтобы она вас пропустила в режим сканирования. В режиме сканирования добавляем вспомогательный каталог, который называется корреляция. В него мы сканируем исходную ситуацию пациента. Либо тот перенесенный макап, который мы только что ему перенесли. И он уже согласованный с пациентом. Сразу можем отсканировать антагонисты. Если мы занимаемся фронтальной зоной, то сразу можно отсканировать и локальный прикус. Букальный прикус сканируем только в боковом участке. Затем производим препаровку зубов. И делаем финальное сканирование уже от препарированных зубов. Таким образом мы имеем уже сопоставленные зубы. И как вы видите, уже хорошо сопоставился каталог корреляции. Ситуация до с ситуацией после препаровки. Они полностью сопоставили сами. И это теперь есть будущие габариты будущих реставраций. При переходе на модель проверяем соотношение между челюстями, окклюзию. Проводим уступы и делаем отправку этой работы. При получении модели проверяем контакты. Как пациент закрыл рот. Если нас контакты устраивает и перекушивать не надо. Можем прорисовать границу. Будущая реставрация. Когда хорошо поточен зуб, граница прорисовывается очень легко. Так как камера сама видит эту возвышенность. И предлагает вам уже правильную границу прорисовки уступа. И дальше отправляем уже этот заказ-снаряд в лабораторию. Так как мы не тратили время в самом начале в управлении программы на заведение всей этой работы. Сейчас мы в текстовом документе прописываем зубную формулу. Указываем позицию из прайса. И указываем какой цвет желаемый для выполнения в этой работе. Также указываем дату возврата согласно договоренностям с лабораторией. И в дополнительных инструкциях покупателю мы указываем зубную формулу 11 зуб. Как в этом случае указываем позицию из прайса. И указываем цвет А1. Дальше остается только отправить этот заказ-снаряд в лабораторию одним нажатием кнопочку представить. Таким простым способом работа уже отправилась в лабораторию и уже находится на сервере лаборатории. Сейчас будет второй вариант заведения заказ-снаряда при работе на имплантах. Начинается все с того же заведения нового пациента. Те же привычные данные, которые мы обычно вводим, идентификационные этого пациента. Только здесь теперь уже указываем имплант. Есть один нюанс. Когда мы указали работу на импланте, дальше мы должны определить, каким скан-маркером мы будем производить сканирование. Если этот скан-маркер будет в компании Densply Serona, тогда мы должны выбрать конкретный бренд, который здесь представлен в каталоге. Если такого бренда нет, который вы используете, или вы хотите отсканировать эту работу скан-маркером, например, для Exocad, тогда вы должны выбрать функцию «Другие». Тогда программа не просит, чтобы вы указывали, какой именно это будет бренд, что именно вы хотите отсканировать. Она просто добавляет новый каталог, дополнительный каталог, который называется «Тело для сканирования». Что должно быть обязательно отсканировано в этих каталогах? В основном рабочем каталоге должна хорошо быть отсканирована десневая лунка. По этому каталогу будет создаваться профиль прорезывания. Далее вы можете отсканировать сразу верхнюю челюсть, как антагонист. Также сразу можно отсканировать букальный. И последнее у нас нужно установить скан-маркер. В нашем случае это скан-маркер фирмы «Штрауман» для Exocad. И сделать его сканирование. Здесь мы обращаем внимание, что у каждого скан-маркера есть какие-то плоские грани. Эти плоские грани должны быть хорошо отсканированы. И обращаем внимание на верхушку любого скан-маркера. Она определяет глубину посадки импланта. Поэтому верхняя часть тоже должна быть максимально хорошо отсканирована. Далее переходим в модель. И по тому же знакомому алгоритму проверяем окклюзию, контакты. И отправляем заказ на ряд. Проверяем окклюзионные контакты. Если они нас устраивают и нам не надо ничего перекушивать, делаем отправку в лабораторию. Так как мы здесь не указывали тоже в управлении никакую информацию об импланте, всю информацию мы сейчас должны прописать в дополнительной инструкции для лаборатории. Убираем галочку «Сделать анонимным» обязательно. Выбираем пол мужской или женский, или мужской. Дату возврата согласно прайсу. И в дополнительных инструкциях покупателю указываем то же самое формулу зуба. Аскан-маркер от Strauman RC. Указываем далее позицию из прайса. И указываем финальный цвет. После этого делаем отправку в лабораторию. Вот таким простым способом можно легко заводить работы на имплантах и быстро отправлять их. Для того, чтобы сделать заказ в нашей лаборатории, переходите на наш сайт по ссылке в описании. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы обязательно на них ответим. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. И до встречи вам в Каткам-Лаб. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!